Здравствуйте, с вами Светлана Цветкова. Рада приветствовать вас на канале вязаные игрушки Майя Мастерская. И сегодня я хочу вам показать наконец готовый развивающий коврик вязаный игровой коврик ферма. Вот такой вот он у меня получился. Работала я над ним долго, порядка месяца. Занималась не только им, но параллельно другими проектами, поэтому вязание растянулось. Размер коврика у меня 60 на 60. Буду показывать вам детальки поближе. Вот в этом уголочке у меня находится клумбочка с вот такой вот разноцветная травка. На ней божьи коровки, пчелки, стрекоза, все разных цветов. Цветочки снимаются и потом можно надеть. Мы считаем здесь букашек, надеваем пальчики, развиваем, надеваем цветочки, развиваем пальчики. Сюда же могут приходить животные пастись, травку щипать, если эта игра у нас ферма. Следующая часть это как раз загон для животных. Вот здесь вот он у меня квадратный. Здесь могут пастись лошади, свинок можно туда поселить. Дальше участок, который я сделала под домик. Домик можно вот убрать. Здесь же растет вот такое вот деревце яблонька. Оно на пуговки можно его в разные места оставить. Дальше у меня участок с речкой. Сюда могут пойти приходить на водопой и птички, и домашние животные. Здесь находится прудик с мягкой травкой. Сюда могут детишки селить птичек водоплавающих. Вот так вот он у меня выглядит прудик. По его краешку идет пушистая травка. Вот здесь вот. Здесь деревянные камешки, дорожка, по которой можно ходить пальчиком. Вот здесь вот маленький участок с камешками. Вот здесь дорожка и здесь еще один рядом с бережком участок. Слева у меня на участке с травкой. Вот здесь вот не видно. Корова у меня уже так напаслась, что устала, прилегла отдохнуть. Этот участок с пушистой фактурной травкой. Здесь травка из ниточек меланжа вот с такими вот красивыми переходами. Здесь опять же деревце. Вот здесь у меня березка растет. Она тоже на пуговки. Можно ее ставить в разные места. Здесь другое место. Дальше опять же участок с фактурной травкой. Очень приятный на ощупь. Здесь тоже могут животные пастись. Слева участок очень интересный. У меня здесь огород с грядками разной длины. От самой коротенькой, подлиннее, еще длиннее и самая длинная. И на этих грядках они еще и разных цветов. Обратите внимание, самая темная, посветлее, еще светлее и самая светлая. А на них растут овощи. Причем овощи растут очень интересно. Здесь еще одно задание для пальчиков. Овощи нужно срывать. Потому что эти овощи у меня прикреплены на пуговку, на кнопочку. Можно их срывать. Очень так вот интересно. И обратно прикнопливать. На нижней грядке у меня растут 4 овоща, потом 3 овоща, 2 овоща. И на самой верхней грядке у меня растет самый большой овощ капуста. Можно срывать, тренировать пальчики, называть овощи. И в придачу к этому наборчику у меня еще заказали овощную кастрюльку. И будут овощи сразу же складывать в овощную кастрюльку и варить супчик. Отдельно у меня на канале есть видео, какие ниточки я использовала. Отдельно есть обзор каждого участка этого коврика. Не каждого, но многих участков этого коврика. Если вам интересно, то пересмотрите видео и, может быть, найдете для себя какие-то идеи. Такой игровой коврик я вяжу на заказ. Все детальки мы обговариваем с заказчиком. Что нужно, какие ниточки использовать, что к участку добавить, что убрать, размеры. Все это мы обговариваем индивидуально. И цена такого коврика тоже индивидуально. Еще покажу вам, как коврик выглядит с другой стороны. Итак, вот видите, когда я переворачиваю, то овощи мои никуда не одеваются, потому что они на кнопочках. Что же у меня с другой стороны? Убираю зверевца, убираю зверюшек. Для того, чтобы у меня получилась плотная обратная сторона, хорошо держащая форму, я использовала очень плотную ткань, вот такую вот как гобеленовую. Красивая. И можно складывать теперь коврик вот таким образом. Вот так вот выглядит изнаночная сторона. Мне нравится делать такие игрушки, чтобы они служили долго с одной стороны и с другой стороны, чтобы они везде выглядели очень красиво и аккуратно. Именно таким у меня получился игровой коврик. Надеюсь, он вам понравился. Пишите в комментариях, что именно вам понравилось. Может быть, вам придут идеи, как еще можно использовать такой коврик, что еще можно будет добавить. Буду вам благодарна за ваши идеи. Светлана Цветкова